Доктор Ноуэ оказался очень любопытной личностью, его существа пугают, думаю с этим сложно не согласиться. И в этом видео мы покажем всех новых существ этого гения, усаживайтесь поудобней, мы начинаем. А перед началом не забудьте подписаться на канал, также подписывайтесь на мою телегу, в ней будут публиковаться новости канала и неудачные моменты с наших озвучек. Подписывайтесь, у нас тут лампово. Запись идёт. Раз, раз. Итак, открываем папку дел доктора Новая. Запись первая. Так, кто там у нас на очереди? Это что, матрас? Кровать из плоти. Это существа, которые кажутся матрасами, когда складываются сами по себе. Если любое живое существо ложится на ложе из плоти, оно начинает процесс своего развития, который занимает 1-2 месяца. Когда она медленно выходит из своей скорлупы, чтобы затащить спящего на нём человека внутрь и высосать из него все питательные вещества. Судя по записям, их температура тела отличается от обычного матраса. Их тела немного теплее. Почему жертвы не замечали данную особенность? Возможно, эти существа что-то делали с людьми, из-за чего те не замечали такие мелочи. Ладно, следующая запись. Обелиски Обелиски – это высокие существа с лицами, похожими на саранчу. Их длинные нити тянутся к небу. Возможно, они с чем-то соединяются. Судя по их мясистому внешнему виду, они являются живыми существами, а не каменными. В основном они появляются небольшими группами. От 1 до 8 особей. Их высота составляет где-то от 10 до 150 футов. От обелисков исходит некий гул. Он вызывает значительное повышение общего интеллекта. В момент близкого контакта с обелисками или же восприятием их слов, человеческий мозг не выдерживает и дает сбой. Либо же получает способность к восприятию священной информации. В таком случае, если субъект способен постичь эти знания, они поглощаются в обелиск, становясь полностью единым с этим существом. Наше наблюдение выявило, что обелиски перемещаются на 5 сантиметров каждый год. Их видели в пустынях, океанах и даже на Луне. Главная опасность заключается в их нитях. Они могут использовать свои мясистые нити и силой хватать человека. Обезглавленный макрокосм Описывается как субреальность почти идентичная Земле. За исключением того, что вместо людей на их месте обитают бледные обезглавленные трупы. Люди, оказавшиеся в ловушке внутри этой субреальности, называли эти трупы журавлями и пеньками. Эти трупы, хотя и технически мертвы, слабо дышат через отверстия в шеях. Также было замечено, что их сердца начинают биться в конвульсиях со случайными интервалами. Внешне все трупы идентичны, за исключением их физических размеров, длины, ширины и высоты, которые сильно различаются у каждого трупа. Интересно, что у безглавленных недочеловек, которые бродят по этой субреальности, были задокументированы изменения в поведении. Они действуют с чувством осознанности и жизнеспособности, когда люди физически взаимодействуют с ними. Эти дышащие тела, похоже, находятся в состоянии стремления снова соединиться с корнями реальности, поскольку ими овладела опасная и заразная болезнь. Похоже, что эта болезнь сама по себе является несуществованием. Это может затронуть любого на Земле, в любое время, и как только это вступит в силу, обезглавленный макрокосм сочтет вас годным для проживания на своих бескрайних лугах, заполненных другими пациентами. Амбахоминус Это существо кажется нормального телосложения, но его тело чисто черное, без каких-либо выделяющихся деталей. У него нет видимых конечностей, только немного виднеется голова, а на самой голове нет ни волос, ни ушей, видно только зубы и глаза. На данный момент его принцип поведения нам неизвестен. Филбус Существо с черным торсом, бежевой головой и руками, ножками, похожими на стул, и маленькой черной цилиндрической шляпой на макушке. Есть ряд людей, которые, используя медиа с изображением Филбуса, почувствовали непреодолимое желание практиковать фильбизм. Фильбизм включает в себя практику конструирования и потребления стульев, как способ почтить великую жертву Филбуса. Они распространены на малоизвестных форумах, где обсуждаются темы изготовления стульев, правильного переваривания стульев и восхваления Филбуса, который говорит, что он сделал практику потребления мебели социально приемлемой и широко распространенной практикой. Однако при использовании любых медиа, связанных с Филбусом и практикой фильбизма, даже с точки зрения их анализа или упоминания, презентация, в которой он был упомянут, превращается в рекламу Филбуса. Пострадавшие будут отрицать наличие практики или даже самого Филбуса. Я верю Филбусу. Тяжелая григлофобия. Гуманоидная рука, которая таится в шкафу и ждет, пока ее жертва заснет. Как только жертва засыпает, ее щекочат до смерти. Отчет о случае номер 9136, июль 1984 года. Однажды утром двух подростков нашли в их кроватях. Предположительно, отец старшего мальчика спал. Утром он спустился вниз и направился на работу, когда они все еще спали. Но когда он вернулся, он проверил пульс своего сына и ничего не почувствовал и не услышал. Когда пришли результаты, у каждого мальчика был разрыв легких. Это дикое предположение, но мы бы сказали, что они смеялись до смерти посреди ночи. Неф. Главный герой детского телесериала «Счастливые голодранцы». Из-за роста масштабов голода и теплового истощения на Земле, человечество стало психологически сломленным и создало шоу, как отчаянный способ вспомнить свое невинное прошлое. Неф. Странное потустороннее существо, с которого содрали кожу и подсоединили к темной пустоте своими собственными нервами. Вероятно, его нервы растут вместе с их собственной личностью и разумом. Несмотря на то, что Неф всегда улыбается, его нервы часто расстраивают его. При изменении звучания голоса Нефа на записях, будет обнаружено скрытое сообщение. Колядующие. У колядующих удлиненные веретенообразные тела с неестественно длинными тонкими руками, с чрезвычайно тощими и длинными пальцами. У их голов отсутствует верхняя часть, вообще отсутствует мозг, преувеличенные черты лица, включая большой разинутый рот и выражение крика в состоянии агонии. Их кожа имеет темный, красноватый оттенок. Они носят черное пальто. Колядующие, когда-то люди, теперь превратились в культ, преобразованный неизвестными средствами. Эти существа рыщут тройками или даже пятерками. Они ориентируются и выслеживают жертв. Их гипнотическое пение привлекает неосторожных, вводя жертв в транс, который тянет назад, по пока неизвестным причинам. Гротескные образы и мелодии колядующих остаются в памяти их жертв. Итак, это инструкция о том, как убежать от колядующих и выжить. Для начала избегайте колядующих любой ценой. Помните, что услышав их пение, это признак опасности. Вам нужно развернуться и бежать. Но если вас все-таки поймали на улице, срочно наденьте беруши или же импровизируйте ушные вкладыши. Все это может вас спасти от их гипнотического пения. Именинные великаны. Это высокие, тощие существа. У них нет шеи, головы черные, но лица того же цвета, что и остальное тело. А вот кончики их голов отличаются по форме. У кого-то похоже на корону, а у кого-то на дерево. Они живут за пределами старых городов и ждут начала вечеринки по случаю дня рождения. Затем они идут к людям для того, чтобы отпраздновать это событие вместе с ними. Но если к великанам не проявляют должного внимания, они уходят в другие поселения. Амбер выглядит, как отдаленно гуманоидное существо с красновато-коричневым оттенком кожи, непропорционально длинными руками и ногами, длинными пальцами, достаточно сильными, чтобы разбивать стекло, и глазом, который может открываться, открывая большой рот в середине груди. Голова не видна. Амбер около 13 футов в высоту. Амбера видели скачущим по крышам домов, пригородным улицам и шоссе ночью. Обычно в период между осенью и зимой, а иногда и очень ранней весной, было замечено, что Амбер проявляет очень агрессивное и жесткое поведение по отношению к людям, в первую очередь к детям, поедая их целиком. Молодой человек из маленького городка в Теннессе сообщил, что видел, как Амбер сломал руку в окне дома его соседа, забрал ребенка, который жил там, и засунул ребенка себе в рот. В настоящее время неизвестно, употребляет ли он его для пропитания или по гораздо более зловещей причине. Было замечено, как люди стратегически забираются в окна в целях безопасности. Нет известной схемы его атак и нет известного способа полностью контролировать его. Испорченная почва Это существо невообразимых размеров с похожим на корень телом, уходящим на многие мили в землю. Каждые тысячи лет оно вылетает из земли на многие мили в небо и распыляет свои смертоносные споры на горожан внизу. Его лицо едва различимо, только тем, кто видел его, как только оно появляется. Но им не повезло увидеть его мельком. Поры вызывают ужасающие уродства в человеческом теле, такие как щупальца, торчащие почти из каждого отверстия. Субъекты, зараженные испорченной почвой, как правило, либо прячутся, либо пытаются заразить других. У инфицированных субъектов все еще остается небольшое количество человеческого сознания. Но как только симптомы проявляют себя полностью, лечения уже нет. Облачные люди. Невидимые существа, которые предположительно обитают в тропосферном слое атмосферы Земли. Их головы напоминают непропорционально белые перевернутые конусы с единственным большим глазом в центре. У них четыре длинные руки, соединенные с человеческим торсом. Что касается поведения, облачные люди, похоже, ненавидят, когда на них смотрят. Несмотря на то, что люди не могут их видеть. Конец записи. Фу, наконец-то закончили. Да. Пойдем выпьем по кружечке кофе. А это еще что такое? Нет ничего, что преследует вас после того, как вы выключите весь свет в доме.